Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры! Несмотря на то, что на протяжении почти всей недели мы с вами встречались на нашем молитвенных служениях, я хочу сделать небольшой информационный блог сегодня тоже. Хочу напомнить, что сегодня наше молитвенное служение будет в 6 часов вечера, не перепутайте. Мы будем очень рады всех вас видеть, потому что это невероятная возможность объединиться все вместе в том, чтобы прославить Бога, чтобы обращаться к Нему в молитве, чтобы вместе исследовать Священное Писание. Поэтому ждем всех вас сегодня в 6 часов вечера. Ну а завтра наше молитвенное служение будет заканчиваться, или молитвенная неделя, и закончится оно служением вечери Господней. Поэтому опять-таки всех вас приглашаем, будем рады вас видеть в нашей церкви. Если же у вас нет возможности прийти в церковь на служение по состоянию здоровья или по какому-либо другому поводу, хочу еще раз опять-таки напомнить, думаю, что сегодня вы тоже сможете прийти в церковь для того, чтобы взять символы и вместе с нами завтра объединиться в онлайн-служении для того, чтобы стать частью этого обряда вечери Господней. Всех вас приглашаем не пропускать эти служения. И хочу сказать пару слов по поводу богослужения, которое будет в следующую субботу, то есть 31 числа. Я знаю, что для многих этот уикенд будет особенным, потому что есть возможность встретиться всей семьей, пообщаться поближе, встретить Новый год, как говорится, тем более, что в этот раз он с субботы на воскресенье. Поэтому многие куда-то уезжают, забронировали где-то себе домики, там где снега побольше. Но все же, если вы остаетесь сами и планируете быть на богослужении 31 числа, я имею в виду утреннее богослужение, и также вы бы готовы были спеть или рассказать стихотворение, мы бы хотели сделать торжественное служение вот такого рода импровизированное. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь все к нашему руководителю музыкального отдела Любе Литвинюк и дайте знать, готовы ли вы спеть песню. Если готовы, то скажите также название вашей песни. Или если вы хотите рассказать стихотворение, тоже, пожалуйста, скажите, о чем будет это стихотворение. И нам будет очень приятно вместе с вами сделать это особенное и торжественное служение. Всего вам самого наилучшего. Рады будем вас видеть. Напомню еще раз, сегодня вечером в 6 часов и завтра на нашем утреннем богослужении. Божих вам благословения, дорогие друзья.